Было время, когда я считал, что тело и психика – это равные доли, которые, скажем так, друг друга поддерживают. Потому что можно работать с телом над психикой, с психикой, соответственно, над телом. И как бы двусторонняя абсолютно дорога, я считал, в равных полосах, значит, двойная сплошная посередине. Так вот, ничего подобного. По факту, психика первична. Тело – инструмент. И поэтому, если, допустим, у ребенка какие-то трудности с восприятием себя или с восприятием родителей, то проблемы со здоровьем у него тоже будут. Справедливо и обратно. Если родители между собой счастливы, то в этом поле находясь, ребенок получает должное количество энергетики, должное количество и качество внимания. Пропорционально этому, даже если были какие-то проблемы со здоровьем, они решаются. А если этого нет, то не решаются, а наоборот деградируют. Поэтому, казалось бы, как связан секс между родителями и потом последующее здоровье ребенка. Но помимо того, что при счастливом, хорошем соите как бы делаются счастливые дети, а значит, и энергонаполненные, а значит, и все внутренние процессы, само непосредственно слияние гидного материала проходит как нужно. То в процессе вынашивания ребенок, ребенок же все слышит. Он не то, чтобы понимает, но ребенок все слышит, плюс воспринимает состояние матери и по итогу делает выводы об отце, о самой матери, о будущей жизни. Много о чем на самом деле. Месяцев семьи он слышит абсолютно все, даже начинает пытаться различать слова. Ну, получится у него это, я не знаю, наверное, полугода. Но пытается, и это оставляется все это на психике. Так вот, допустим, в моей практике есть несколько таких историй абсолютно показательных. Когда проблемы по здоровью у ребенка являлись проекцией проблем между собой и его родителей. То есть, делали они счастливо, рожали почти счастливо, а вот начали расти уже несчастливо, уже проблемы. И у ребенка то, что должно было, допустим, проявиться там лет в 12, ну, там проблемы по позвоночнику, нарушенный кровоток, вот остальных в 12, а у него проявляются в 4. У них в 12 легкие проблемы, а у него в 4 жесткие. Почему? Потому что эмоциональное состояние управляет тонусом разгибателей позвоночника, я говорил в другом видео. И вообще управляет всем остальным тонусом, не только разгибатели, всех мышц. И там, где ребенок, допустим, падает, может защитить себя, а этот не может. Нет у него эмоционального состояния. И усугубляет травму. Там, где при сидении дети потом начинают бегать, а этот не бегает. Нет у него состояния. Статика усугубляет травму. И дальше больше. Суть вопроса в том, чтобы вы, первое, начали это все-таки замечать. То есть обращать внимание на это. Второе. Некоторые проблемы между родителями нуждаются в радикальном решении. И было время, когда я говорил, что, допустим, ну, вот этого вот отца мы просто не берем с собой на практику. Он просто не приходит. Хотя отец нужен. Но этот отец, извините, делает хуже, а не лучше. Вот. И было такое, что родители решали между собой вопросы. И там, где мы возились, допустим, 5 правок без особого результата, потому что, ну, как бы, мы делаем, а оно рассыпается. Потом мы за 2 раза делали то, что до этого делали за 5. Потому что до этого ребенок не держал, а теперь держит. До этого они приносили его в худшем состоянии. А теперь, допустим, то, на что я давал 50 на 50, станет или нет, а у него стоит и держится, и он этим пользуется. Сразу. Вот так. И, в принципе, ну, как бы, вот сейчас вот такая вот рекламная пауза. Мы специально 3 секунды помолчим, чтобы хейтеры высказались в комментариях на тему того, что хреново собираешь, раз он разваливается. Вот. А для всех остальных надо понимать, что то, что я делаю, и то, как оно принимается, и то, как вы этим пользуетесь, это 2 все-таки большие разницы. И, опять же, психика первична. И те, кто любят непосредственно сразу переходить к действиям, тоже сразу же зададут вопрос. Типа, ну, ты все это интересно рассказываешь, а дел это чего? Так вот, говорю. Если вы хотите здоровья ребенка, вам нужно сначала решать проблему между собой в паре. С биологической точки зрения, ребенок абсолютно сиренево, чьей мужской энергетикой питаться. Будет ли это его родной отец, будет ли это хороший мужчина, ну, хороший для женщины, которая его мать. Вплоть до того, что детям бывает лучше с бабушкой и дедушкой, потому что между ними отношение лучше, а значит, поля более гармоничны, чем со своими родителями. Это, конечно, не совсем правильное решение, но, в общем, задача номер раз – формировать гармоничное поле. Поле в широком смысле, то есть часть гормонов воспринимается носом, вот, часть ваших эмоций воспринимается по ритму шагов дыхания, интонации голоса, пауза между словами. Наши мозги работают на электричество, то есть непосредственно то, что вы думаете напрямую, электромагнитные волны излучают, и если вы сонастроены, а мать с ребенком сонастроены очень даже, то ребенок напрямую чувствует ваше состояние, и к телепатии это не имеет никакого отношения, скорее, это похоже на радио. На одних частотах 10 км передатчик, и вот здесь вот у меня радио, а передается, как будто в студии сидят рядом с тобой. Почему? Сходство частот, элементарная физика, в биологии все, в общем-то, то же самое. Задача номер раз – то есть гармонизируйтесь, да, в первую очередь себя, во-вторых, отношения с мужчиной. И задача номер два – начинайте спокойно относиться к ребенку до тех пор, пока мать зацеплена за то, что ребенок болеет, и думает, что это как будто отдельно от нее происходит. До тех пор проблемы будут очень медленно решаться. То есть, если вы свое состояние гармонизируете и видите, как вы влияете на ребенка здесь, сейчас, то вам понять легко, что часть… Ну, индусы бы сказали, что до 12 лет ребенок отрабатывает родительскую карму. Такое спорное понятие, напрямую недоказуемое. Вот напрямую состояние вы влияете, вот это точно можно посмотреть. Вот, а что такое карма? Сложный вопрос. Ну, в любом случае, часть вашей ответственности и влияния либо в плюс, либо в минус есть. И второе по важности, а может, и первое по значению, начать замечать это. Вот сейчас вам хорошо, и ребенку хорошо. Вот сейчас вам плохо, и ребенку плохо. Хотите сделать ребенку хорошо – сделайте хорошо себе. Вот, ну и мужику своему. Если мужчина хороший, прям тогда лучше вдвоем.